Всем привет! Рада приветствовать вас в нашем офисе службы доставки товаров Икеа в городе Саранск. Меня зовут Татьяна, вы на канале про Икеа. Сегодня мы для вас подготовили обзор, посвященный одной очень интересной и развивающей детской игре, которая представлена в Икеа. Это серия Пюсла. Вот такие вот бусинки и вот такой вот набор планшетов, плато, как угодно, кто как называет. Хочу рассказать обо всем очень подробно и детально, так как все-таки это и для мелкой моторики нужно, для развития мозга ребенку. Мы вообще собираем всей семьей. У нас очень любит племянник 15-летний, приезжая к нам в гости, садится, берет банку, берет планшетики и сидит пинцетиком все это в кучку собирает. Он сделал нам знак Ютуба, Гугл, по-моему, тыковка у нас есть. Ну, в общем, дети все это разобрали и таких красивых фигурок не осталось, чтобы вам показать. Ну, это лирика. Давайте теперь смотреть, что подробно, как и зачем. Значит, смотрите. Продается все вот в такой вот баночке. Она закрытая. Здесь этикетка с информацией о товаре. Артикульный номер. Ну, кстати, вся информация, конечно, как обычно, есть на сайте. Значит, общий вес данной банки 700 грамм. По количеству здесь примерно 20 тысяч штук. Ну, плюс-минус каждый раз, так как все-таки формируется на заводе не по количеству, а по весу. Что из себя это представляет? Такая вот крышка. Резьба у нее. Видно, да? Все логотипчики Икеи. И вот такая вот у нас мозаика. Много цветов. Есть такие полупрозрачные штучки. Есть более матовые, насыщенные оттенки. Их много. Как ими пользуемся? Сначала расскажу вам вообще о принципах данной игры, данного изделия. А потом хочу рассказать о плюсах и минусах, вообще нюансах. Значит, берем вот такие вот штучки. Я их штриками называю. И одеваем на формочку. То есть хотим собрать условно квадратик. Мы должны заполнить полностью все вот это пространство. Потом мы сверху кладем слой кальки. Она, кстати, в комплекте вот в таком идет. Но если вы ее благополучно потеряли, как, например, мои дети, спокойно берете пергаментную бумагу. Значит, собрали. Взяли утюг. Приложили очень плотно. Ну, мы как бы в целях безопасности в камере утюгом не пользуемся. Подержали утюг, убрали кальку, как бы, ну, отвернули, да, от изделия и аккуратно его сняли. У вас получится вот такой вот квадратик. Он гнется, но при этом все-таки хрупкий. Сделать можно, конечно, все, что угодно. Всевозможные красивые поделки, игрушки. На самом деле, ребятишки что только не делают. Теперь вообще хочу поговорить, не поговорить, а рассказать вам о нюансах данной игры. На самом деле, Икеа не является уникальным производителем данного товара. Производит и Китай, и производит наши в России. Несколько фабрик молодцы. То есть, такая, как бы, хорошая, качественная игрушка. И производят в Европе. Ценник, ребят, разный. То есть, варьируется прям вот от минимума до максимума. Они отличаются чем? Цветами, весом, количеством. Но, вот, как бы, минус вот для меня, да, у Икеи, да, хорошая большая банка, но, условно, я хочу розовое сердечко сделать. Вот представьте, сколько мне нужно копать, доставать и сортировать, чтобы вот это набрать мне только розовые штырьки, там, либо желтые штырьки. Соответственно, в процессе, когда начинаете вот заниматься с этим материалом, придется обязательно сортировать. Иначе просто неудобно. Ну, то есть, нужны какие-то дополнительные контейнеры. Ну, это, соответственно, время, это расходы на приобретение этих контейнеров, либо ящичков, либо изготовление их своими руками. Ну, опять же, нюансы, да, если бы, допустим, это было рассортировано сразу по ячейкам, так как нужно, было бы гораздо быстрее и проще. Но это бы, я думаю, отразилось на цене. В первую очередь, этот момент нужно тоже учитывать. Кстати, у европейских аналогов все рассортировано по цветам. Есть наборы с разным диаметром вот этих вот штыречков. У икеевских размер длина 5 мм, а диаметр 4,5 мм. То есть, они рассчитаны как раз вот под эти вот плато-планшетики. Да, то есть, штырьки здесь точно такого же размера. Соответственно, если вы покупаете других производителей, обязательно смотрите размер. Потому что они есть и 3,5 мм, есть и 5, и есть для самых маленьких ребятишек сантиметрового диаметра. То есть, для маленьких это удобно. Еще такой нюанс, который не предусмотрела Икея в данном изделии. Отсутствие пинцета. Потому что собирать просто руками и вот так вот складывать, да, вначале это более-менее удобно. Вот сейчас вот 4 у меня здесь. Когда у вас их становится много, либо вы делаете сложную какую-то поделку, просто неудобно. То есть, нужен еще пинцет, нужно подобрать удобный пинцет к этому. Кстати, хочу сразу вот показать, это наше плато, которым мы пользуемся дома. Как, вот так, чтобы видно было? Вот видите, мы неаккуратно, то есть, дотронулись утюгом, здесь было не защищено калькой, и мы просто сплавили. Соответственно, у нас вот в негодность 3 штырька пришли, мы просто вот их съежили. Считайте, что их нет. То есть, такой момент тоже обязательно учитывайте. Испортить легко все-таки, это пластик. Еще из нюансов коробочки, мы поговорили с вами об этом, потому что пинцет нужен. Вот сам набор вот этих плато. Вот он в заводской упаковке, так он продается в магазине. Их всего 4. Соответственно, если вашему ребенку захочется сделать котика, нужно будет схему. Сначала найти, либо нарисовать, а потом ее уже переносить сюда. Но, опять же, у хитрых европейцев есть готовые варианты. Котики, собачки, домики. Да, они небюджетные по деньгам. Если в Икее такой набор стоит 200 рублей, без учета доставки в регионы. Один, грубо говоря, котик, я смотрела, в районе 150 рублей стоит. 3-4 штучки купить ребенку, около 500 рублей. Но это не дешево. Одна банка с бусином в Икее стоит 499. Поэтому этот момент тоже учитывайте. И, опять же, когда, допустим, условно, до того же котика пресловутого покупаете, вы кроме этого котика ничего больше собрать не сможете. То есть только ту фигуру, которая нарисована. Если, например, вот такой квадратик, да, здесь можно и сердечко сделать, и кружочек, и треугольник. Любую фигуру, какую вам хочется, вы сможете сделать. Но нужно рисовать, делать такой трафаретик. Хочу подвести итог к данному товару. На самом деле серия очень интересная. Аналогов по цене нет. Все гораздо как бы... Ну, остальные представители по данным сериям прилично дороже. Конечно, есть минусы, мы с вами про них поговорили. Обязательно пинцет. Без пинцета, на самом деле, неудобно пользоваться. Дети, начиная с 4-х лет, спокойно сами складывают. У нас младшие 3,5 года. Если полгода назад мы сидели вместе с ней, с криками, с визгами, потому что ей нужно сложить так, а у нее не получается. Сейчас она уже сидит, сама ковыряется. Удобно. Дети заняты, родители отдыхают. Расширить коллекцию по данным, вот по плато, по планшетикам этим можно. Если вы хотите более сложные фигуры собирать, на самом деле, зайдите в интернете, забейте, посмотрите, что только не собирает. Шикарные красивые корабли, шкатулки для украшений, игровые фрукты, там, дольки апельсина, лимона, огурчики, все это делают. Но нужны формочки, либо трафаретики, клетчатая бумага и, как бы, такой схематичный рисунок, ну, как вышивку делают. Примерно так же. Такой момент учтите. А так, Икея, как бы, аналога по цене нет. Такое количество бусин за такие деньги не продает ни один производитель. В этом плане Икеюшка опять отличилась. Молодцы. Будем надеяться, что всегда смогут держать цену и радовать нас классным и адекватным по цене товаром. Спасибо за ваше внимание. Обязательно ждем ваших комментариев. Очень приятно, когда вступаете в диалог с нами. Ждем ваши запросы на обзоры. Все текущие запросы мы обрабатываем, постепенно снимаем и по мере съемки будем выкладывать на канал. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok